Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели! Мы находимся в центре Сан-Геть. Меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра. Рядом с нами находится Владимир Гардштейн. И сегодня у нас передача беседы на сущном. Тема называется... Кому в Америке жить хорошо? Я бы сказал так. Как жить? Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Но кому хорошо жить и кому еще лучше жить? Об этом мы и поговорим. Владимир писатель, публицист. Ему карты в руки, а я буду соответствовать. Я хочу вот о чем сегодня поговорить. Дело в том, что существует несколько категорий людей в мире. Это не новая информация, достаточно хорошо известная из самых древних источников. Существует несколько категорий людей, и у каждой из этих категорий людей есть своя цель в жизни. Свои, скажем так, цели в жизни. То, ради чего они живут. Так вот, очень интересно поговорить о том, кому же хорошо жить в Америке с точки зрения этих целей. Дело в том, что существует ведическая наука. Наука, пришедшая к нам из самых древних источников. Это более чем 5000 лет назад. Если я что-то не договорю, Майкл, вы меня поправьте. И в этой науке, в этой древней ведической науке, веда это древнеиндийская философия, в ней говорится о том, что существует несколько вот таких категорий людей, которые называются касты. Многие слышали это название. Или иное название варны. И вот, каждой варне отвечают определенные цели в жизни. Вот мы попытаемся поговорить о варнах с точки зрения проживания в Америке. Каким же варнам, людям, принадлежащим каким варнам, в Америке хорошо жить. Ну, давайте вначале мы все-таки выясним, что же представляют собой касты или варны. Ну, наверное, здесь вам слово, Майкл. Начнем с низшей. Да, спасибо. Единственное небольшое уточнение, это не индийская, так скажем, структура, это веды, это переводы как знания, они дошли до нас с того момента, 5000 лет назад, они были записаны на земле, но, в общем-то, отсчет идет миллионы и миллионы, еще больше лет тому назад, когда все это началось, просто цикл, он заканчивается, цикл начинается, цикл заканчивается. Но в шастрах, шастра это трактаты, описывается, действительно описывается о том, что было время на земле, причем не только в Индии, Индия появилась на карте и вообще как страна появилась где-то, ну, скажем, 2500 лет тому назад, поэтому вообще такого понятия не было и слова такого не было Индии и так далее. То есть, даже Индия назывался Индия, это была Хастинапура, столица тогдашнего государства, будем так говорить. Так вот, действительно, было очень четкое и строгое разделение на касты, это так русское слово назывались именно, скажите, варны. И это четыре касты, которые назывались, начиная с высшей и вниз идем, это браманы, брамины их называют по-русски, это кшатрии, это вайши и это шудры. Есть еще пари, я знаю. Их называют млечки, да, пари это уже, скажем так, в ремнем Риме, да, были, но у них, скажем, классификация свое, но их называют млечки, это совсем-совсем так внизу, который абсолютно не соблюдает все законы, потому что в ведах, в общем-то, описывается, это было время, когда люди знали законы, законы, придуманные не государством, законы, придуманные не людьми, а это высшие законы, доведенные до нас, ну, с высших сфер, будем так говорить. Божественные законы. Да, да, божественные законы. А вы могли бы охарактеризовать коротко каждую из каст или варн, вот что для нее характерно, для каждой из них? Ну, первая высшая каста это браманы, там есть подразделения, скажем, есть такие люди, которых называют пандиты, они общаются с высшими силами, они общаются с богами, и люди, те, которые проживают на своей территории, те, кто соблюдают обычаи и обряды, они абсолютно, там нет никаких сомнений, никто не подвергает сомнению, как это можно простому смертному общаться. Да, есть такие люди, которые общаются, вот, и это браманы, то есть, скажем, в древнем Египте это были жрецы, то есть, это те люди, которые знают законы, это учителя сегодня в нашем современном обществе, это учителя, это просветители, это те, кто нас обучают, и вот это высшая каста, то есть, скажем так, следующая каста это кшатрии, это победители. Я, большое прощение, я перебью вас, а вот можно ли рассмотреть варные или касты с точки зрения целей, которые преследуют люди, принадлежащие к этой варне или касте? Вот, например, если мы говорим о браманах, если я опять-таки ошибаюсь, у меня поправьте, правда ли это, что для брамана, если говорить о целях, то целями являются благоденствия, скажем, всего общества, всего человечества, а для высших браманов даже, как бы, ну, всей вселенной. То есть, как бы, они живут ради того, чтобы осуществлялись какие-то самые высокие цели, связанные вот с развитием огромных масс общества, или человечества, или цивилизации, или вселенной. Для кшатриев это связано уже, как бы, чуть ниже, это связано только с народом, или с каким-то, какой-то формацией, с каким-то бизнесом, которым они управляют. Для Вайшу это только семья, для Шубер это вообще свои личные, собственные потребности, как на уровне инстинктов и рефлексов, прав я или нет? Ну, в общем, условно говоря, да, да. То есть, это очень просто, очень так, это, чтобы было понятно тем, кто не в теме, скажем так. Почему, скажем, если сверху идти вниз, то почему браманы, они озабочены всеобщим благодействием? Почему? Потому что они прекрасно знают, что если будут нарушаться законы, то кто-то будет нести ответственность за нарушение этого закона. Это то, что называется карма. И не дай бог там, на Востоке, нарушить вот такие законы, те, кто в курсе дела иначе, настигнет. И ее никто не отменял, ни в каком обществе, ни в западном, ни в восточном, просто, ну, западные люди об этом мало знают. И поэтому, естественно, если как-то что-то пойдет не так, то да. Кшатри – это полководцы, воины, победители, завоеватели. Возьмем Александра Македонского, которого все знают, который… Его главная задача была всех поубивать, всех поуничтожить и завоевать. Но у него не было, к сожалению, брамана. Там была целая история. У него был браман, у него был звездочет, там он его называл. Это был его личный астролог, который являлся браманом. Астрологи, кстати, это браманы. Они знают законы, небесные законы. Интересно, есть ли браман сегодня у Путина? Без сомнения, есть. Ну, мы… Его не называют браманом, но без сомнения и у Путина, и у любых… Я не знаю про духовное наставничество для президентов, но то, что есть консультанты, которые знают то, чего не знают обычные люди, скажем, это без сомнения есть, причем очень высокого класса. Но до определенного момента, потому что вот беседуя недавно с астрологом, с российским астрологом, известным, он приводил пример. Если бы, скажем, вот запуская в космос ракету, допустим, если бы те люди, которые это делают, знали о том, что в это время запускать ее очень опасно, то они бы этого не делали. Так вот, нанять, допустим, какого-то человека, который был бы консультантом, который дал бы им, спрогнозировал, что шансов там о том, что может случиться авария, очень много, это стоит там, я не знаю, ну сколько там, это стоит по сравнению с сотнями тысяч долларов, и а то и миллионами выброшенными. Поэтому браманы, они знали. Кшатри, еще раз, это те люди, которые воины, победители, завоеватели, в наше время, это президенты страны, это руководители каких-то крупных предприятий. Крупные бизнесмены. Крупные бизнесмены. Ну, а вайши, это торговцы. Торговцы. Это были торговцы те, которые были тогда, это торговцы те, которые и сейчас. Или мелкие бизнесмены такие, маленькие. Мелкие бизнесмены и менеджеры. Это те, которые, ну, знают то, что они знают, свой круг очерченный. И заботятся только о том, чтобы хорошо было. О себе и о семье. Да, о себе и о семье. О себе и о семье. Им до лампочки. И высшей материи. Простите, не только высшей материи, а всеобщее благодействие всех абсолютно. Да, пополам. Да. Шудры это те люди, которые работают за деньги. И тогда и сейчас. Тогда это были сапожники, это тогда это были, там, ну, к примеру, да. И для них важны вообще уже личные цели, даже уже не семья, а прокормить себя, сон, еда, секс. Ну, какие там примитивные, хлеба. Все четыре, скажем, основополагающих качества любого человека, которые отделяют нас от животных, это четыре, да. Четыре, то, что всех заботят, это на материальном уровне, на примитивном уровне. Это то, что действительно, вот вы озвучили, это да, это так. Ну, скажем, что самое интересное, сегодня можно приравнять, это будет очень, скажем, противоречивая для многих информация, звезды эстрады, к примеру. Так. Вот. Эти звезды эстрады работают за деньги, они прямо так и говорят, а чего? Ты иди ко мне, иди ко мне. То есть вроде как брамины, на самом деле шудры. А какие же они брамины? Ну, брамины несут вроде какое-то знание, незнание, какую-то информацию для всех, какую-то энергию для всех. Я говорю сейчас об артистах, которые работают, которые не творят, а которые это пёры. А, то есть среди них есть разные... Есть разные, есть люди, которые творятся, создают бессмертные произведения, это искусство, это... Ну, мы сейчас не будем уходить в... Вот кто Пугачёва, допустим? Как вы считаете? Мы не будем трогать... Она, кстати, сказала, она склонна к монашеству, она в одной из бесед сказал, я склонна к монашеству. Патриарху сказал, он вежливо покивал, но непонятно. Монахи и те, которые истязают с себя свою плоть, сидят в келье и так далее, это... Это не духовные, кто сказал, что это духовные, это грешники, которые, истязая себя, пытаются, да, свою карму каким-то образом. Ну, ладно, Майкл... Но мы сейчас удаляемся от... Я хотел, да, я хотел вот задать вам прямой вопрос. Не считаете ли вы, что Америка, это на самом деле страна шудр и вальшью, потому что здесь для того, чтобы быть успешным, нужно иметь свой... В основном, вот люди имеют свой маленький бизнес-отчетчик, заботятся об интересах своих и своей семьи, больше их абсолютно ничего не интересует. Это видно, кстати, из того, что освещают средства массовой информации, американские, частично эмигрантские наши русскоязычные общины. Больше ничего их не волнует, ну, в худшем случае это шудры, в лучшем случае это вальшью, им хорошо. Если человек здесь к шатре или брами, но начинает себя чувствовать крайне неуютно, ему хочется уехать, потому что не может себя здесь реализовать, и, ну, в общем, никакого счастья, никакой радости уже нет. Как вы считаете? Справедливо. Я об этом, кстати, во многих своих лекциях об этом говорил, занимаюсь психологией, там, чуть ли не полвека. Я свою модель, так сказать, вычислил, что ли, что происходит здесь. То есть, получается, вот смотрите, есть простая статистика, которую знают все. 3% наземления земли владеет 97% богатства земли. Это совершенно дичайший дисбаланс. Тиневая экономика, тиневое правительство. Дело не в этом, тут мы сейчас не будем детализировать, да, и тем более, там, конспирология, действительно, нет, дело не в этом. Просто, почему так происходит? То есть, дикой дисбаланс людям, короче говоря, ну, каким-то людям, там, наверху, им не выгодно, чтобы человек думал по-другому. Им винтики нужны, которые бы занимались, отнимало бы у них все время то, что они должны отдать кредиты, а без того, чтобы взять кредиты, они не могут жить. И вот они в этом всем крутятся, причем берут кредиты у одних людей, отдают их, на самом деле, тем же людям по большому кругу. И вот все это, и даже нет времени задуматься ни о чем, и выгодно это. Совершенно верно. Поэтому те люди, которые, скажем, ну, нету здесь государственных предприятий, государственных учебных заведений, к примеру. То есть, здесь все какие-то частные лавочки, будем так говорить, по-простому. Да, совершенно верно. То есть, все эти колледжи, им совершенно не выгодно, чтобы люди пошли учиться, скажем, в самое высшее образование в Соединенных Штатах, это MBA, Master of Business Administration, которая стоит, только вдумайтесь, 200 с лишним тысяч долларов, 250-300 тысяч долларов. И это, ну, может быть, одни, ну, я знаю, что мой Степсан учился в такой школе. Приемный сын. Да, приемный сын, да. И он 250 тысяч заплатил за свое образование, два года обучения, 250 тысяч. А сколько же надо заработать, да, чтобы просто выплатить это образование? Значит, что происходит? Средний, примерно, среднестатистическая стоимость одного года обучения, где-то примерно 40 тысяч. Ну, включая, там, какие-то, там, наверное, общежития и так далее. То есть, и что происходит? Умножить на 4, там, с половиной года примерно. Дальше что происходит? Человек выпускается из этого колледжа с одной единственной целью. Стать имплои, стать работником, то есть, стать кем? Шудрой. Или максимум он может стать вайшей торговцем, если его этого обучают. Но, как правило, таких, все раз, если взять процентов отношений, чему учат в колледжах, точнее, пожалуйста, тут доступно все, что угодно. Если вы имеете там в голове и деньги, самое главное. Он ориентирован на другое, на то, чтобы из этих людей сделать худрой ваше. Поэтому страна иммигрантов, Соединенные Штаты, почему? Ну, вот люди приезжают, ну, скажем, вот мы русскоязычные приехали, я 25 лет назад, допустим, приехал. Ну, по статистике, то есть, специальность, с которой люди приезжают и устраиваются сюда, она никому не нужна. Почему? Не любят иммигрантов, честно говоря, не любят. Дальше надо иметь прекрасный андейский язык и надо иметь, что самое интересное, опыт работы. Которого не может быть привозить, начать? Которого, как это может быть? Не может быть никак. То есть, надо обманывать? Ну, каким-то образом, да. То есть, мой, допустим, старший сын, имея очень высокое образование, значит, два мейджора, два майнера, закончившийся, достаточно серьезный калыч, когда он пытался устраиваться на работу, все ему спрашивали, какой опыт работы? А какой опыт работы, когда он только закончил калыч? То есть, какое распределение, по которому я куда-то там шел? Мы никому не нужны. И вот таким образом все это получается. Поэтому человек всеми путями устраивается на любую работу. На любую работу, да. И становится шудрой. И становится шудрой, да. Ты работаешь 10 часов, получаешь, умножить там определенное количество долларов за этот час. Работаешь 20 часов, получаешь в два раза больше. Ну и так далее. Короче, сколько ты работаешь, сколько ты получаешь. А куда это, кому это надо? Значит, надо кому? Значит, мы должны где-то жить. Мы должны на чем-то ездить, правильно? То есть, мы покупаем... Оплачивать машину, когда приезжаешь на работу, для того, чтобы оплачивать машину. Да. Причем интересно, весь мир, ну, во всем случае, бывший Советский Союз, это я точно знаю. Значит, если я когда-то шел в банк, к примеру, ну, не в банк, в берегательную кассу. Да, в берегательную кассу. То есть, если я взял 100 тысяч рублей, значит, 5, ну, к примеру, 5 тысяч рублей я должен заплатить, 5 процентов, в год. Но что происходит здесь? Когда мы берем моргидж или берем ипотеку, да? Когда мы берем ипотеку, когда мы берем на дом, то мы выплачиваем, я не понаслышке знаю, я работал в этой сфере. То есть, мы выплачиваем 90 процентов банку. То есть, допустим, наш моргидж, наша сумма, которую мы платим ежемесячно за вот эту ипотеку, составляет 2 тысячи долларов, допустим. Вот из этих 2 тысяч долларов, а дом стоит, к примеру, 300 тысяч долларов. Вот из этих 2 тысяч долларов, 10 процентов, то есть, 200 долларов, идет в погашение этой суды, которая составляет, ну, там, 150-200 тысяч долларов. То есть, 10 процентов, 90 процентов идет к банку. И так происходит, ну, то есть, там, каждый месяц происходит, ты каждый раз выплачиваешь, там, уменьшается твой долг, но на минимальную какую-то мизерную сумму. И в итоге, когда ты приходишь, короче говоря, когда ты приходишь к выплаченному твоему дому, 30-летнему, там, скажем, вот этому моргиджу, то что называется, то ты, дом, который стоит 300 тысяч, он будет стоить 150, миллион 500 тысяч. То есть, это нонсенс. То есть, это то самое ростовчичество, которое раньше называлось ростовчичество. Или как-то у нас в Советском Союзе назывались эти, как называлось это, когда люди покупали, там, перепродавали. Спекуляция. Ну, не спекуляция, да, спекуляция, но я забыл уже этот. Ну, это спекуляция. Да. Ну, а как еще? Да. Короче говоря, здесь это нормально, здесь это принято. Пожалуйста, ради Бога. Ну, короче говоря, вот. Ну, все понятно. Дорогие друзья, если вы считаете себя не шудрой и не ващью, а к шатриям или браминам, возможно, вам стоит задуматься. Да, возможно, вам стоит задуматься, ехать ли в Америку, возможно, вам просто нечего здесь делать. Потому что вы сломаете свою жизнь, если вы не сможете стать шудрой или, в лучшем случае, ващью, и кропать свой маленький бизнесочек для того, чтобы вашей семье было хорошо и больше не думать ни о чем. Ни о каких идеях, ни о каком будущем человечества, ни о каком развитии, а только о том, чтобы быть винтиком, который будет зарабатывать на то, чтобы, вот как рассказал нам Майкл, только что отдавать ипотеку, платить кредит за машину. Может быть, тогда вам ехать не надо. И вот интересно, вот такая есть, услышал такую вещь. Вот с каким пьяницем на улице не поговоришь в нашем бывшем, на нашей бывшей родине, обязательно брамин. Вот обязательно, он как не начнешь с бомжом, он обязательно брамин. То есть сплошные брамины, это другая какая-то странная крайность, но вот это вот так. Вот им тут, наверное, делать точно нечего. Но если вы чувствуете в себе вот это призвание быть шудрой на вот таких вот просто оплачиваемых работах, независимо от того, что вы делаете, или вывывающую, вам просто интересно, так сказать, благоденствие своей семьи, больше вас ничего не волнует, добро пожаловать. Да, ну есть два, правда, момента. Первый момент, во-первых, для того, чтобы, можно вычислить, то мы есть. То есть какой касте мы принадлежим. Ну есть разные способы вычисления. Один из них, скажем, я это делаю регулярно. Это нумерология, в которой, так сказать, я специализируюсь. Я могу определить по дате рождения, какой касте вы принадлежите, и то, чем вы могли бы заниматься. Это первое. Второе. Все вопросы к Майклу теперь. Ехать или не ехать в Америку, пожалуйста, вопросы к Майклу. Нет, ехать или не ехать в Америку. Ну, в Айшу или к Шатри, можно выяснить у вас-то, да? Это вопрос решает каждый человек сам. Но я могу, так сказать, сказать, если, да, чем человек мог бы заниматься. Кстати, не обязательно в Америке. Да, так вот, это первое. Но тут есть еще следующий момент. Здесь все-таки, как ни крути, любое образование доступно. То есть, если вы все-таки чего-то не знаете, то здесь научиться можно. И разные есть варианты. Не обязательно для этого идти в Калыч и платить там 200 тысяч долларов. Есть разные варианты. Сегодня есть образование на интернете. Можно образовываться, можно взять какие-то там курсы и так далее. Есть такая возможность. Здесь просто есть, ну, человек, который незаурядный, будем так, человек, он может много чего достичь. То есть, работа здесь всегда найдется. Всегда найдется здесь работа. Без сомнения. Вопрос какая? И для Шудры, и для Вайши, и для кого угодно. Ну, не знаю, как для Абраманов, но учителями тоже можно стать. Для Кшатриев вряд ли, потому что полководцев немерено здесь. Этих самых, которых руководители. Но если у человека есть в голове что-то, он может элементарно создать свою компанию. И последнее, что я хочу сказать. На самом деле, вот это разделение на классы, на варны, на касты, это было очень и очень правильно. Потому что, к примеру, дайте власть народу и крестьянам, рабочим и крестьянам. Дайте власть. Любая кухарка может управлять государством. Далее. Ну, продолжалось какое-то время, но чем это закончилось, все мы знаем. То есть, не надо было давать власть ни в коем мере, этого делать категорически нельзя. Дальше что? Был один человек. Этот человек полностью последовал ведическим законам, ведическим канонам. Он разделил всю страну на эти слои общества, на эти касты. Страна называлась Германией. Человека звали Гитлер. Что интересно, из маленькой, совсем малюпусненькой страны, он чуть ли не завоевал весь мир. И во многом благодаря тем законам, которым он следовал, а он был очень большим поклонником ведических законов, и соблюдал их, и у него был свой астролог, кстати. Этот астролог, правда, он его потом расстрелял, поскольку астролог ошибся на один день, иначе было бы плохо. И генералы занимались генералами, генеральской карьерой. Рабочие работали на промышленность немецкую, и создавали очень серьезные, были очень серьезные ученые, браманы, которых он пособирал отовсюду. Включая Эйнштейна. Очень многих людей он советовался с Вольфом Мессингом, кстати. И несмотря на то, что Вольф Мессинг предсказал ему, и это было вообще нонсенс, он ему предсказал его гибели и поражение немецкой Германии, фашистской Германии. И когда все просто обалдели, сказали, такие, его надо казнить, он сказал, нет, не надо. Такого человека нельзя. То есть это он знает. И он его очень боялся. Правда, потом его разыскивали, но он уже успел удрать. То есть он уже успел удрать бывший Советский Союз, Вольф Мессинг. Но, еще раз, он действительно это соблюдал, боялся. Да, они ездили, они снаряжали экспедицию. И в Шамбалу в том числе они искали абсолютно оружие. Да, очень много написано. Институт там был у них очень серьезно. На НРВ был Гиммлер, который возглавлял. Это все ведически. Они, кстати, были поклонниками огня, а это Агния. Это тоже ведический принцип. Там соблюдали законы. Действительно соблюдали законы. Другое дело, что это все было извращено и поставлено на службу дьявольским намерением. Поэтому он был демонической личностью. Но это был урок. И для этого нашей земле, матушке земле, надо было пройти через это, для того, чтобы в следующем не повторять это все. То есть это все... Негативный опыт тоже опыт. Да, зная то, что может быть. Поэтому диктаторы, они всегда были, они будут, но вот чем это может грозить. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуйста, если у вас есть вопросы, связанные с собственной кастой или варной, вы можете смело обращаться к нам, обращаться к Майклу. Он подскажет вам, исходя из вашей даты рождения, в какой вы варне или касте находитесь сейчас. Вайшевы, шудра, кшатри или брамины, в зависимости от этого, может быть, вам стоит тогда, будет, стоит принимать решение, ехать ли вам в Соединенные Штаты Америки, где, как мы выяснили, в фаворе, шудры и вайшев. Спасибо за внимание. С вами были Майкл Мелех и Владимир Гольштейн, Сангейт Радио. До свидания. До следующих встреч. Да, дорогие друзья, остается только добавить о том, что мы всегда рады вашим вопросам, замечаниям, предложениям. И вы это можете сделать на sungatecentra.com. Это наш веб-сайт на английском языке, sungateradio.com, на русском языке. Все программы у нас записываются, выставляются в YouTube. Поэтому вы там тоже можете, просмотрев, оставить свои какие-то замечания, предложения. И потом они идут в Facebook, одноименное название, sungatecentra.com, на Skype, sungatecentra.com, телефон 1847-226-9956. Это код страны, мало ли кто-то пожелает позвонить. Сейчас это не так сложно сделать. Ну и мы рады, что вы были с нами, о том, что вы будете смотреть наши передачи. И до новых встреч. Всего доброго. До свидания.